Дорогие друзья, привет! Что сегодня будем обсуждать? Сколиозы, осанку. Очень часто говорят, ой, сколиоз, ой, сколиоз, всё, типа того там, надо править. Чего править, не понятно, как понять сколиоз? Прежде чем мы продолжим, пролистайте в описании под этим видео, там вас ждёт ссылка на мой ближайший вебинар. Переходите на мой сайт и узнавайте подробности, сделайте это прямо сейчас, будет очень полезно. А бывает часто, что его нет, потому что когда сколиоз есть, вот я нарисую здесь, вот вид сзади, да, позвоночник, ну видно, что вот он, вот, будет вот такой неровный, как должен быть, да, вот, вот, а вот такой будет, когда сильный сколиоз, видно его. Но бывает так, что сколиоз, он как бы такой не сильный и непрофессионалу, может и не видно будет сразу, вот как бы есть он или нет. И тогда нужно что сделать? Нужно человеку сказать, встань, вот, в общем, пятки вместе, пятки вместе и не сгибая коленок, вот так спину округли, наклонись вперёд, вот так, вперёд наклонись. То есть он наклонится вперёд, а вы будете смотреть сзади на его спину. Я как делаю, вот так вот, он наклонился вперёд, да, вот так спина передо мной, да, вот так руки кладу, вот так вот раз и смотрю на эту спину, прям с поясницы и вверх смотрю, вверх. И что я вижу у меня перед глазами, что встаёт? Если сколиоза нет, будет вот такая картина. Раз, два, то есть ровный будет, да, вот это позвоночник, вот здесь внутри позвоночник будет, да, то есть я смотрю отсюда и вижу вот эту вот, вот эту вот картину. Это если сколиоза нет, а если сколиоз есть, будет такая, вот так вот раз, два, вот, вот такая будет спина или в другую сторону. Это видно очень сильно, когда вот округляет спину, даже когда незначительная степень, первая степень, там вторая, когда ещё особо не видно. Как проверить? Вот, вашему ребёнку там поставили сколиоз, да, или вам. Всё, пришли домой, вот, и проверить, тест проведите. Если будет вот такая вот, скреблённая, значит, есть сколиоз. А если будет ровная, как я до этого нарисовал, значит, никакого сколиоза нет. То же самое касается ног ещё. Что? Почему бывает так, что кажется, кажется, что одна нога короче, чем другая. Хотя на самом деле кости одинаковые. Потому что кости, они находятся внутри мышц. Всё же мышцами окружено. Если с одной стороны будут мышцы короче, чем с другой, бывает такое, да, что растяжка на одну сторону больше, на другую меньше. Вот как это проверить? Вот берёте этот, человек ложится на спину. Вот голова, да, вот нос. Вот он таз. Вот изобедренный сустав. Берёте ногу и поднимаете прямую ногу. Вот коленный сустав, вот стопа. Поднимаете вверх одну ногу и другую. Если одинаково, подняли, да, и вот там будет боль возникать, вот здесь вот под коленом боль будет возникать. И смотрите, поднимаете человеку, смотрите, а есть боль или нет. Если боль появилась, вот остановились на этом. Потом вторую ногу берёте, поднимаете. Появилась боль, остановись. И если совпадает вот эта растяжка, а чаще всего, когда есть подозрение у человека, что у него вроде как что-то одна нога короче, чем другая, ну даже ощущение может такое быть, это именно из-за того, что задняя поверхность бедра. С одной стороны лучше растянута, чем с другой. Стоит их растянуть нормально обе одинаково, растяжку поделать, то всё у вас это дело, ощущения эти уйдут. И даже если немножко таз был из-за вот этих коротких мышц перекошен, потому что мышцы крепятся к тазу. Ну вот нарисую ещё один рисунок. Я разрисовался, набросился на меня этот вирус рисования. Значит, вот она голова, нос вот торчит, как у Буратины, такой большой. Дальше идёт у нас шейный отдел. Утрированно рисую, специально, чтобы было понятно. Он вперёд обычно даёт изгиб, шейный отдел. Дальше идёт поясничный отдел, даёт изгиб назад. И дальше, ой, вернее, что я несу уже, да? Грудной отдел идёт, грудной, даёт изгиб назад, потом поясничный даёт вперёд. Называется это всё, вот это называется лордоз. Некоторые даже умудряются эти специалисты лордоз вправлять. Типа говорят, у вас лордоз, поясница особенно, тут тоже лордоз. Называется. Лордоз вправляют. Некоторые лордоз вправляют. Ну, есть такие специалисты, да. Всё вправо, и надо что-то вправить. Лордоз, кефос там. Хотя это нормально. Ну, конечно, он не такой утрированный, как я нарисовал. Там даёт такой небольшой изгиб. Это я просто, чтобы вам было видно, понятно. И вот он таз. Треугольником я его рисую обычно. Вот она, плоскость таза. Она от горизонтали где-то имеет наклон градусов 15. Вот так вот, в норме. А если у вас... А вот он, видите, тазобедренный сустав, нога пошла там, да. Вот он, коленный сустав, и дальше там пошла стопа. И вот здесь вот же есть вот эта мышца, задняя поверхность бедра. Она крепится вот здесь под коленом и к тазу. Вот если она будет короткая, она будет его тянуть вниз, этот таз, затягивать будет вниз, и как бы будет вот этот угол уменьшаться. И может это быть, если с одной стороны, то действительно таз перекосится. И вправлять его бесполезно, потому что есть там правщики таза, вот эти всякие, которые правят его там всё. Я вам таз поправлю, потому что его у вас перекосило. Там не таз надо править, а мышцу задней поверхности бедра растягивать просто-напросто. И всё. И тогда у вас не будет никаких проблем с поясницей. Вот, в общем, ну, такой более-менее рассказал так, чтобы вы хоть понимали, что к чему и зачем, и от чего. И могли проверить там осанку, проверить какие-то банальные вещи. И не попадаться вот на эти бредни со стельками, там, с вырываниями ноги, там, и удлинениями, там, с правкой таза, с правкой лордозов, кифозов, там, чего там только не правят. Вот. Это всё от Лукавого. Будь здоровы. С вами был доктор Шишонин. Пока. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео. Для этого нажмите кнопку «Подписаться» под этим видео. Нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео на свою электронную почту. Выберите «Получать все уведомления». Также в описании вам доступны ссылки на все проекты доктора Шишонина. Клуб бывших гипертоников доктора Шишонина. Видеофильмы доктора Шишонина. Запись на обследование в клинику. Будьте здоровы.